Совсем скоро мы уже начнем высаживать готовую рассаду на грядке. И это в первую очередь касается холодостойких культур, то есть которые можно сажать в первую очередь. Поэтому давайте вместе вспомним, что же хорошо растет на участке в прохладу. Какие семена хорошо всходят и нормально переживают даже кратковременные заморозки. Да и вообще в целом, последовательно, какие культуры, при какой температуре можно высевать и высаживать их рассаду в огород в первую очередь. Итак, ответ напрашивается сам. Это, конечно же, все холодостойкие культуры. Например, капуста. В моей местности, в среднем Поволжье, примерно с середины апреля можно рассаду ранних качанных сортов смело пересаживать на грядку. А так как в это время по ночам у нас еще температура опускается даже до небольшого минуса, то сверху я каждое растение накрываю мини-парничком из пластиковой бутылки. Чуть позже, ближе к концу апреля, можно семенами прямо в грунт сеять брокколи и пекинку. Они тоже холодостойкие и относительная прохлада им пойдет только на пользу. Или же тот же редис. Его всегда сажают раньше других овощей, так как его семена проклевываются уже даже при небольшом плюсе, а всходы могут выдержать даже кратковременные заморозки до небольшого минуса. Более того, редис вообще любит прохладу. И даже замечено, что корнеплоды, которые растут в жару, они вырастают такими жесткими и горькими. А при длинном световом дне, да еще и в сочетании с длительной жарой, растение вообще уходит в стрелку. Далее морковка. Ее вообще можно сеять в конце марта прямо под снег. Так семена стратифицируются и начнут прорастать уже через пару недель. То есть при небольшом плюсе. То же самое можно сказать и про укроп. Обычно я его сею тоже в конце марта, также под снег. Практически самым первым из культур. В сходы появляются недели через три, а затем уже при небольшом плюсе он начинает медленно расти. Петрушка тоже не боится холодов. И поэтому ее можно также сеять в это время. Семена прорастают при небольшом плюсе, а уже далее всходы безо всяких проблем переносят небольшие заморозки. Также самыми первыми можно сеять и другую зелень. Например, листовую горчицу, рукола, шпинат, крест-салат, листовой салат. Это все очень холодостойкие растения, которые мало того, что устойчив к холодным температурам, так еще и хорошо переносят дефицит света. Далее. Бобовым культурам тоже не нужно много тепла. И тому же гороху для пробуждения семян нужен всего лишь-то небольшой плюс. А вот если почва прогрелась уже градусов до 10, то он прорастает буквально за неделю. В это же время, когда почва нагревается хотя бы градусов до 6-8 тепла, можно сеять и свеклу. Она хоть и не такая холодостойкая, как морковь, но теплолюбива ее тоже не назовешь. Поэтому для прорастания семян это самая оптимальная температура. Ну а далее, то есть еще чуть позже, в моей местности это уже в начале мая, то есть когда почва нагревается уже градусов до 10-12, в открытый грунт можно высаживать рассаду томатов. Единственное, замечу, что такая температура должна стабилизироваться несколько дней подряд. Более того, в это время я на грядке всегда устанавливаю парники из укрывного материала. Они защитят рассаду и от ночных похолоданий, и от сильных ветров. И, несмотря на то, что помидоры особо жару не любят, при снижении температуры до минус 1 или даже до 0 градусов растения погибают. То же самое можно сказать и про корневой сельдерей. Он хоть и считается холодоустойчивым растением, раньше, чем когда почва нагреется градусов до 10, высаживать рассаду на грядку рискованно. А вот ранние и ультра ранние сорта дайконы и редьки можно сеять сразу же, как только сойдет снег и подсохнет грунт. То есть это у меня примерно в середине апреля. Эти ближайшие родственники редиса созревают быстро, буквально месяца за 2-2,5. И поэтому выращивать их через рассаду просто нет необходимости. Всходы достаточно выносливые и нормально растут, даже если температура опускается ниже 10 градусов. Зато так как это растение короткого светового дня, то при ранней посадке корнеплоды успевают созреть и не выбрасывают цветоносы. Ну и наконец напомню, что для того, чтобы высадить остальную рассаду самых популярных овощей, это тех же перцев, баклажанов, огурцов, почва должна прогреться как минимум градусов до 15 тепла и не опускаться ниже этой отметки даже по ночам. Поэтому для того, чтобы выбрать реальные сроки посадки, уже ориентируемся по погоде в своей местности выращивания. Спасибо за просмотр! Ставь палец вверх и подписывайся на наш канал! Субтитры создавал DimaTorzok